Добро пожаловать в мир непобедимых воинов. Две тонны силы и ярости, вооружённые смертельно опасными кинжалами и способные своим укусом дробить кости. Более 800 килограммов. Я иду по следу диких бегемотов. Там бегемот! Один, два, нет, два! Чтобы в полевых условиях испытать маскировочный костюм и заполучить редкий образец для науки. Мне нужно быть осторожнее, они идут стадом. Примут ли они меня к себе в стадо? Или выбросят вниз головой? Опасные встречи. Шпион на территории бегемотов. Держись за него, а я на него прыгну. Меня зовут доктор Брэдди Барр. Так, просто постой немного. Змея, змея! Во время полевых испытаний в бытность моей работы герпетологом я сталкивался со многими сложными логистическими проблемами. Это кобра, настоящая кобра. Например, как подойти к аллигатору, живущему в подземной впадине. Аллигатор, я нашел аллигатора. Это большая змея. Или измерить гигантского питона, который предпочел бы использовать тебя как игрушку-пищалку. Сейчас я покидаю свою зону комфорта, оставляя рептилий позади. Ради самой изнурительной миссии в моей жизни. Это невыносимо. На этот раз я иду по следу гиганта Гиппопотама. Бегемоты одни из самых крупных наземных млекопитающих. Их вес может достигать 2700 килограммов. Только слоны и носороги вырастают крупнее, чем бегемоты. Из-за своих огромных размеров и ленивого характера они кажутся невозмутимыми. Но внешность может быть обманчива. По общему мнению, бегемоты убивают больше людей, чем любые другие млекопитающие Африки. Они пользуются с вами гигантскими клыками, длина которых может превышать 30 сантиметров, чтобы покорить любое существо, которое кажется им угрозой, в том числе и друг друга. Их единственные враги в природе — это львы и крокодилы, которые, как правило, охотятся только на молодых или слабых бегемотов. Но крокодил не может справиться со взрослым здоровым бегемотом. Во время этого приключения я собираюсь подойти к этим грозным гладиаторам на расстояние вытянутой руки. Драка бегемотов! Они недовольны. В надежде добыть драгоценный образец прямо у них со спины. Своего рода супер-бот. Это коктейль из специальных компонентов, которые защищают их шкуру от палящего африканского солнца. Эти выделения также помогают бороться с инфекцией зияющих ран, которые они получают в драке. По мнению некоторых ученых, если раскрыть тайны пота бегемотов, можно изготовить новые сильнодействующие антибиотики и солнцезащитные средства для людей. Но никому пока не удавалось собирать пот у живого дикого бегемота, предварительно его не усыпив. Я собираюсь попытаться сделать это. Но я не могу просто подойти к бегемоту и попросить у него образец. Думаю, мне придется немало потрудиться, чтобы к ним подойти. Бегемоты ведут себя крайне агрессивно. И кроме того, так как они проводят много времени в воде, подойти к ним становится еще труднее. Если они и выходят из воды, то, как правило, ночью. Работать с этими ребятами в темноте не слишком разумно. Вводить диким бегемотам транквилизаторы очень опасно для животных, поэтому делают это редко. Если ввести им снотворное, они могут забежать в воду и там утонуть. Ясно одно. Чтобы подойти к ним поближе, мне нужно придумать что-то новое. И мне кажется, у меня появилась такая идея. Ух ты, какое большое. Укрытие от бегемотов. Ух ты. Однажды мне удалось успешно замаскироваться под животное. Тогда я надел костюм крокодила в натуральную величину и подошел к нильским крокодилам. Я проник в их царство. Эта защитная шкура позволила мне подобраться к диким крокодилам на расстояние вытянутой руки и прикрепить на их тело научный прибор, не навредив при этом животному и не травмировав себя. Десятку. Но на этот раз ставки даже еще выше. Мне нравится размер. Я работаю над новым костюмом, чтобы подойти к диким бегемотам на нужное расстояние и соскоблить пот с их шкуры. Для чего я пользуюсь этим? Выдвижной шест со скребком на конце. И все, что я знаю, наверняка, это то, что это будет непросто. Я должен убедиться, что мой маскировочный костюм бегемота сможет меня защитить, если меня боднут две тонны ужаса и клыков. Чтобы разработать безопасный костюм, мне нужно знать силу этих грозных челюстей. Я пользовался своим верным устройством для измерения силы укуса самых разных животных. Разослись и нажми на него. Начиная с людей и заканчивая гиенами. Но никогда прежде ученым не удавалось зафиксировать силу укуса бегемота. Я приехал сюда, в малайзийский зоопарк Нигара, чтобы попробовать измерить силу укуса одного из этих гигантских бегемотов. Мне важно знать силу этих огромных челюстей, чтобы мой костюм бегемота выдержал натиск разъяренного бегемота. Я собираюсь попытаться произвести измерения на самом крупном самце зоопарка. И единственный способ получить нужный мне укус это зайти на его территорию. Я часто измеряю силу укуса плотоедных животных. Именно это приходит на ум, когда думаешь о сильных укусах. Эти ребята питаются растениями. Но у них гигантские пасти. Это пасть с огромными клыками. В задней части этих гигантских челюстей у бегемотов 24 коренных зуба. Они привыкли пережевывать растения. Но меня смущают те четыре острых клыка впереди. Именно их использует бегемот, чтобы нанести раны соперникам в битвах за территорию. И сегодня именно я вторгаюсь на территорию. Я совсем не преувеличиваю, говоря, что это, быть может, самое опасное испытание, в котором мне доводилось участвовать. Несмотря на то, что он содержится в неволе, это действительно очень опасное животное. Будь хорошим мальчиком. Слышишь меня? Я стараюсь подойти ближе, чтобы зафиксировать силу укуса и при этом не оказаться съеденным. Вряд ли кому-то захочется подойти слишком близко, поскользнуться и упасть там вместе с ним. Бегемот начинает в шутку нападать. Так он предупреждает меня о том, что я должен отойти. Думаю, что нам стоит еще немного над этим подумать. Мне нужно его чем-то отвлечь, чтобы он на меня не наступал. Будем надеяться, что благодаря своему любимому лакомству сырой картошки этот бегемот начнет кусать нажимной диск, а не меня. Он берет приманку. Мне удалось положить ее туда. Но нам не удалось добиться хорошего укуса. Чтобы получить хорошие данные, мне нужно, чтобы диск оказался на коренных зубах в задней части его пасти. Видите, это просто огромная кувалда. В этой большой старой кувалде можно отыскать коленные зубы. Ты постоянно смотришь на клыки, слизь, усики, ноздри и на все остальное. Я захожу снова. Отбегай, отбегай, Эрик! У меня сердце остановилось. Этот бегемот оказался куда опаснее. Но чтобы придумать безопасную модель моего костюма, мне действительно нужно, чтобы этот самец сделал укус. Я перепрыгнул через верхний край. Да уж. Я набираю смелости и отважно подхожу к нему снова. Вас удивляет, что сила укуса бегемота никогда раньше не проверялась? Вот почему. Все, с меня хватит, иначе кто-нибудь погибнет. Давайте попробуем проделать это с другим бегемотом. Он находится в более контролируемом месте. Так, после того, как бегемот дважды яростно меня атаковал, думаю, я могу смело сказать, что заходить в вольер с крупным самцом слишком опасно. Так что попробуем действовать по-другому. На этот раз мы подойдем к самке и просунем палку для укуса через клетку, чтобы добиться укуса с безопасного расстояния. Мне кажется, такой способ лучше. Будет ли самка кусать мой нажимной диск и даст ли она информацию, необходимую мне для конструирования моего маскировочного костюма бегемота? Томбей! А ну, открой рот! Кажется, укусила. Сила составляет примерно 820 килограммов. Это почти целая тонна. 820! Получилось? Первый удачный опыт фиксации данных о силе укуса бегемота. И боже, какой же сильный! И это был укус. Я почувствовал не просто несколько укусов, как, например, с крокодилами или акулами, которые наносили их очень быстро. Это был медленный, хорошо обдуманный укус, сравнимый по силе с гидравлическим прессом. Почти 820 килограммов. Вот это вот укус! Фантастический! Ну, это была маленькая самочка. Она весит всего около 900 килограммов. В дикой природе мне придется столкнуться с гораздо более крупными бегемотами. Я должен убедиться, что мой костюм выдержит укус гигантского агрессивного самца. Нам нужно убедиться, что этот костюм достаточно прочен. Интересно, сможет ли тяжелый бронежилет от моего костюма крокодила защитить меня и в моей новой маскировке? Это кевлар. Синтетический материал в пять раз прочнее стали. Невероятно. Вот она здесь, материал ее остановил. Чтобы я не пострадал, костюм должен выдерживать удар клыками бегемота силой по крайней мере 800 килограммов. И даже еще большая сила на случай встречи с крупными экземплярами. Я прошу инженера Уолтера Бокса, сотрудника National Geographic, протестировать кевлар под гидравлическим прессом. Алюминиевый стержень имитирует копьевидный клык бегемота. Сейчас напряжение равно 1700-1800. Кевлар выдерживает напряжение больше силы укуса бегемота. 1900 килограммов и материал до сих пор не порвался. И не рвется при давлении в полторы тонны. Уолтер даже не может пробить этот материал. Он дотронулся до него, но насквозь не пройдет. Удивительный материал. По сравнению с укусами, силу которых я измерял раньше, этот материал должен защитить меня практически в любой ситуации. Я уверен, что даже самый крупный бегемот не сможет пробить такой бронежилет. Кевлар — настоящее чудо. Но моя цель — не просто выдержать, а избежать нападения бегемота. На меня уже нападал один бегемот, живущий в неволе. Чтобы избежать такой встречи в дикой природе, мне нужно лучше научиться понимать их территориальные сигналы. Я отправляюсь в Вашингтонский национальный музей на урок психологии бегемотов. Я прибыл в национальный зоопарк, и сейчас передо мной специалист по изучению бегемотов Гленн Фелдхейк, который уже давно работает с этими животными. Так оно и есть. А это большой самец бегемота. Да, счастливчику сейчас около 26 лет, и он весит примерно 2,5 тонны. Он проявляет много моделей поведения, которые можно наблюдать у диких животных. Меня особо интересует агрессивное поведение. Я должен знать, чего мне следует ожидать. Смотрите, вот сейчас он остановился. Так. Он что-то увидел и наверняка думает, что они здесь делают. И так, если бегемоты выдвигают уши вперед, как сейчас, и если они смотрят на тебя, это означает, что они тебя проверяют и, скорее всего, не рады твоему присутствию. Территориальный сигнал номер один. Смертельный взгляд. Сигнал, означающий, что нужно тщательно за ними следить и немедленно прекратить всякое движение. Нужно пригнуться? Да. Лечь? Лечь. Чего еще мне следует ожидать? Когда мне следует отступать? Боже, посмотрите на это. Если я увижу такое, открытая пасть — это плохой знак. Так бегемот как бы говорит, что он недоволен и хочет, чтобы ему освободили пространство. Это означает, что они готовы к бою. Если они наступают на тебя с широко раскрытой пастью, на суше это значит, что ты в беде. Территориальный сигнал номер два — гигантская широко раскрытая пасть. Часто этот сигнал принимают за зевок, хотя он может означать растущую враждебность. Если человек понимает нужные сигналы, ему проще распознать разъяренного бегемота. Но ничто не могло подготовить меня к тому, что случилось на следующем этапе моего исследования. Посмотри на это. Это похоже на акт яростной дефекации. Ты только посмотри на его хвост, боже мой. Помет пролетает сквозь решетку, он попал на твое плечо, вот это да. Посмотри, какой напор. Помет попал тебе на ухо и на воротник. Да, он достал до той стены. Господи. Так вот как они метят свою территорию. Да, так они метят территорию. И так они демонстрируют свое господство. Да, а мне вот кажется, он только что выразил свое мнение. Территориальный сигнал номер три. Душ из помета. Который используется для мечения территории и установления господства. Это мне бы не хотелось испытать, когда я буду к ним подходить. Я очень рад, что увидел это воочию. Это точно. В национальном зоопарке я узнал многое о поведении бегемотов. Теперь пришло время использовать эти знания для создания маскировочного костюма бегемота. Сотрудник Смитсонинского института таксидермист Пол Раймер помогает нам разработать идеальный дизайн. Мне кажется, если сделать тело короче, вы будете выглядеть маленьким и не слишком грозным бегемотом. Так что мы решили сделать костюм по образу некрупной самки, чтобы он мог привлечь внимание самцов и таким образом увеличить мои шансы на получение образца пота бегемотов. Голова костюма будет покорно склонена, чтобы доминирующий самец не бросился защищать свою территорию. Процесс создания костюма бегемота идет полным ходом. Это задняя лапа, а это передняя. И теперь его будут красить. Да? Будет выглядеть потрясающе. Это будет прекрасный костюм. Просто изумительный. Наконец, конструкция, которая будет защищать меня от бегемотов, готова. Вот благодаря чему я буду цел и невредим в диких условиях Африки. Теперь мне только остается узнать, будет ли костюм защищать меня так, как мне обещали. Меня пугает не только то, что бегемот может на меня броситься. На суше бегемоты могут совершать рывки и преодолевать короткие расстояния со скоростью 32 км в час. На такой скорости бегемот может нанести серьезный вред и разрушить все на своем пути ударом своего тела. И поэтому я боюсь, что моя крошечная клетка станет смертельной ловушкой. Перед тем, как выдвигаться на охоту за образцами пота диких бегемотов, я должен убедиться, что мой костюм сможет перенести удар, если на меня нападут. Наконец, мы прибыли в учреждение, где проводят краш-тесты. Я стою на тележке в специальном устройстве, которое используют для столкновения автомобилей и другой техники. Мы будем использовать эту тележку для проведения краш-теста моего макета бегемота, чтобы выяснить, может ли он выдержать удар при нападении бегемота. Так что держитесь крепче, будет весело. Но для начала я взял дублера, чтобы провести небольшой эксперимент. Итак, этот маленький манекен будет дублером доктора Брэдди Барра. Этот бедняга получит удар полной силы от нападающего на него разъяренного бегемота. Но лучше он, чем я. Хотя манекен из стекловолокна реагирует на удар не так, как человеческое тело, благодаря этому опыту я получу общее представление о силе атаки бегемотов. Мы помещаем дублера на расстояние возможного удара от тележки весом 1600 килограммов. Это примерно столько же, сколько весит крупная самка бегемота. Специалисты техники вводят в компьютер программу, имитирующую нападение со скоростью 32 километра в час. Дублер Брэдди на месте. Начинается обратный отчет. Тележка готова. Пять, четыре, три, два, один. Поехали. Начинается. Здесь оказалась рука, здесь кисть. Посмотрите, человеческое ухо. Это всего лишь магазинный манекен, поэтому его легко разбить. Но ясно одно нападение бегемота стоит избегать любой ценой. Хорошо, что у меня будет защита. Это настоящий манекен для проведения краш-тестов. Сейчас я увижу, сможет ли мой костюм бегемота выдержать такой же удар, наносимый со скоростью 32 километра в час. Давайте посмотрим, какую защиту он сможет мне дать. Пора начинать. Господи, это атакующий бегемот. Тележка имитирует атакующего бегемота. Он не разлетелся на куски. Невероятно, вы видели, что это был за удар? Я боялся, что костюм разлетится на миллион кусков, а он цел. Смотрите, видите, на нем есть вмятины. У него вмятины на этом боку, но это не страшно. Это была неплохая попытка, но мой костюм по-прежнему цел. И это утешает. Я волнуюсь. Все, что нам осталось, это надеть шкурую голову, которая выглядит как настоящий, поехать в Африку и испытать все это. Вот теперь я готов отправиться в самое сердце Замбии, в национальный парк Южная Луангва и проникнуть в самую крупную популяцию диких бегемотов на Земле. По разрешению на проведение испытаний у меня есть всего 10 дней, чтобы добыть образец пота диких бегемотов. Во время выполнения этой миссии мне предстоит встретиться со многими опасными животными и не только с бегемотами. В парке Луангва обитают крокодилы, слоны и львы. Эти животные редко переходят дорогу бегемотам, но они без труда могут меня просто убить. Ясно одно, моему костюму придется выдержать немало испытаний. Чтобы у меня все получилось, мне требуется мастерство, терпение, что самое важное, удача. Если я действительно хочу проникнуть в мир бегемотов, мне нужна удача. в мире хиппо. Преподаватель технических дисциплин доктор Кристофер Вайне занимается изучением молекулярного состава пота бегемотов, содержащихся в неволе, с целью изготовления из него препаратов для людей. Мы уже многое узнали об этом поте благодаря животным из зоопарка. Теперь доктор Вайн намерен исследовать образец взятый у дикого животного. Мы охотимся за потом бегемотов. А что такого особенного в этом поте? Он прекрасно отражает солнечные лучи и защищает кожу от солнечных ожогов. Кроме того, он хороший антисептик, и все это в одном продукте. Я думаю, бегемотам, которые живут в Африке, под палящим солнцем и в воде, которые постоянно дерутся друг с другом и которые вооружены гигантскими клыками, все эти качества помогают выживать в очень суровых условиях. Они точно не смогли бы выжить, если бы их пот не обладал всеми этими качествами. Нужно проверить. Кажется, они собираются драться. Во время жестоких драк бегемота получают глубокие раны, и тем не менее, они редко умирают от инфекции. Можно увидеть, как по телу некоторых особей стекает пот. Он кажется красным, и в старину бытовало мнение, что они потеют кровью. Ученые, занимающиеся исследованием пота, взятого у бегемотов, живущих в неволе, обнаружили, что молекулы пигмента, из-за которых пот красного цвета, объясняют многие его защитные качества. Секрет заключается в составе и расположении молекул, которые, словно непробиваемая баррикада, отражают ультрафиолетовые волны солнечного света. Но дикие бегемоты могут выжить в куда более суровых условиях. По мнению доктора Вайни, в их поте могут содержаться еще более сильные защитные вещества. Чтобы это выяснить, нам нужно получить образец для сравнения. В своем костюме бегемота я намерен подобраться к животному так близко, чтобы достать длинным шестом со скребком на конце до бегемота и провести им по его спине. Мне нужен лишь один быстрый удар. Удачи в охоте за этим образцом. Это будет непросто. Перед тем, как начать выполнять невероятное задание по использованию моего специального маскировочного костюма с целью подойти к диким бегемотам, нужно произвести небольшую сборку. Настал момент истины. Потребовалось более 500 рабочих часов, чтобы спроектировать и сделать костюм. Этот костюм бегемота настоящее произведение искусства, и он прочен как танк. У него есть голова, сделанная из стекловолокна в натуральную величину по образу настоящего бегемота. Голова покорно наклонена, чтобы уменьшить вероятность яростной атаки. Бронежилет выполнен из кевлара третьего уровня для защиты от нападений тяжелой артиллерии такой, как клыки и зубы. Четыре скрытые камеры закреплены с каждой стороны, чтобы угол обзора составлял 360 градусов. Специальная съемная заслонка сзади предназначена для сквозной вентиляции при экстремальных температурах. Люки на левой и правой сторонах сделаны специально для использования научных инструментов. Операцию по слежке за бегемотами можно начинать. Теперь мне нужно только найти потных бегемотов в пределах досягаемости моего скрепка. Мне просто нужно подобраться поближе и соскоблить пот. Хорошо. А потом принести его назад. Оказавшись внутри макета, мне будет сложно видеть, что происходит. Вы будете моими глазами и ушами. Ко мне присоединяется смотритель парка Луангва Бостон Чулу. Возможно, стоит установить наш макет рядом с одной из этих дорог. Он не только поможет мне найти бегемотов. Он один из членов команды спасения, которая придет мне на помощь, если моей жизни будет грозить какая-то опасность. Во время поисков места, где можно надеть маскировочный костюм, мы находим перспективную грязь. Это дорога бегемотов. Она просто огромна. По всей видимости, они ходят по этой дороге от реки до Саванны, где они кормятся. Думаю, нам нужно поставить наш макет где-то вдоль этой дороги бегемотов. Наверное, лучше всего поставить его у воды. Да, думаю, мы поступим именно так. Этот план должен сработать. Мы намерены донести костюм бегемота до воды и оставить меня в нем одного. бегемота. Но спустя несколько секунд мы сталкиваемся с первым актом агрессии и нападающий не бегемот. Он нападает! Значит ли это, что костюм выглядит правдоподобно? Мы пытались поставить бегемота на место, а этот слон на него напал. по всей видимости, ему не нравится этот бегемот или, быть может, ему не нравимся мы. Стадо бегемотов находится прямо за кустами, но слон, охраняющий территорию, преграждает дорогу. Что нам делать? Остаемся или побежим? Нет, серьезно, серьезно. Серьезно. Похоже, он уходит. Мы можем идти? Хорошо, слон стоит за кустами. Наконец, нам удалось добраться до реки, но там нас поджидает новая опасность. И не одна. Найти бегемотов в национальном парке Южная Луангова несложно. В парке их более 10 тысяч особей, поэтому встретить их можно на каждом углу. Но как мне получить образец пота и не подвергнуться при этом нападению? Это уже другое дело. Я заберусь в костюм и подойду к ним ближе. Может быть, если мне повезет, я добуду образец пота. Около на берега стоит гигантский бегемот. Мне нужно подойти к нему на расстояние близкое настолько, чтобы я мог открыть свой люк и выдвинуть скребок. Но когда я начинаю приближаться, он дает мне понять, что мне не рады на его территории. Господи, он смотрит прямо на меня. Такой пристальный взгляд это территориальный сигнал, который я выучил во время прохождения курса по изучению бегемотов. Мне нужно попытаться вспомнить все, что я знаю о их поведении. Через несколько минут бегемот подает еще один сигнал потенциальной агрессии, широко раскрывая пасть. Если этот бегемот начнет нападать, мне придется полагаться только на структурную целостность моей клетки. Вы слышали это? Бегемот тяжело дышит и издает характерные звуки. Так он демонстрирует, что это его территория. Может мне стоит повторять за ним? Подходи ближе. давай-давай-давай, подойди и посмотри на меня. Я пытаюсь развернуться в сторону защищающего себе гемота, но мне нелегко поднимать маскировочный костюм весом в 90 килограммов. Невыносимо. Я говорю о боли в спине. Вот что такое настоящая боль. Это тяжелый груз. теперь я понимаю каково это быть бегемотом. Одна из причин почему они проводят так много времени в воде состоит в том, что так они отдыхают от своего огромного веса. Погруженный в воду 2700 килограммовый бегемот весит всего 40 килограммов. Они отлично приспособлены к такой жизни в воде. Во время погружения бегемота закупоривают свои ноздри, чтобы в них не попадала вода. Благодаря гигантским легким они могут находиться под водой 5 минут за раз. Бегемоты чаще всего и дерутся под водой и в воде. Как и у моего макета, их скелет очень крепкий и прочный и может выдержать атаки врагов. Но переносить такое огромное по крайней мере бегемоты могут окунуться в воду и там отдохнуть. Так, я чего-то коснулся. Видите глубокую яму? Я застрял в следах слона. Их глубина около 25 сантиметров. Лапы моего бегемота застревают в этих следах. Не знаю, смогу ли я пройти дальше. Бегемоты увидели достаточно и сейчас они выходят из реки. Если бы они думали, что я настоящий бегемот, они скорее всего остались бы здесь и охраняли бы свою территорию. Но похоже, мой маскировочный костюм их отпугнул. Ребят, я не знаю, что еще могу сделать. Боль в спине просто убийственная. Температура кажется не меньше 150 градусов. У бегемотов обостренное обоняние. По имеющимся данным, они могут идентифицировать человека на расстоянии 100 метров. Возможно, они учуяли мой запах и поняли, что я самозванец. Они просто боятся этого костюма. Может быть, если покрыть костюм грязью, это что-то изменит? Покроем его грязью и пометом бегемотов, чтобы он пах, как бегемот. Это смесь из помета бегемотов и грязи. Наверняка поможет. Просто намазывайте костюм грязью. Думаю, благодаря этому я буду больше походить на настоящего бегемота. Намажем его хорошенько пометом и грязью, и это наверняка увеличит наши шансы. Мой костюм тяжелая ноша. Бегемот ударил меня по голове. Но я уверен, что он все-таки сможет стать полезным научным инструментом. Я решаю попробовать использовать его как неподвижную маску. Теперь я планирую найти несколько бегемотов на суше и установить макет прямо у них на пути. Когда мы подошли к этому очень небольшому водопою, там было два бегемота. Кажется, мы им помешали, и они убежали в сторону. Я собираюсь забраться внутрь костюма и проверить, не вернутся ли они. Это очень действует на нервы, когда ты сидишь внутри этой штуки и не знаешь, что произойдет. Ведь мне приходится полагаться на видеомонитор, чтобы знать, что происходит снаружи. Это просто страшно. Просто страшно, и все. Никто не знает, куда ушли бегемоты. Смотрители парка устремляются в заросли в надежде их найти. невыносимая вонь, ведь я измазал костюм пометом бегемотов. Солнце полит, и вонь становится просто невыносимой. Скажу вам, что запах до омерзения неприятный. Смотрители обнаружили одного из бегемотов, но и он заметил меня. Настоящий бегемот наблюдает за бегемотом из Америки. Потрясающе. Он идет по направлению ко мне. Да, движется сюда. Мой оператор стоит на другой позиции, он тоже его видит. Брэд, этот бегемот медленно движется по направлению к тебе. Бегемот возвращается. Я вижу его, он стоит сзади меня. Я вижу в камеру наблюдения. Виден его хвост, а сам бегемот стоит справа. Когда бегемот подходит совсем близко, случается то, что можно увидеть лишь в страшном сне. Происходит сбой в системе бортовой камеры. Теперь я абсолютно слеп и страшно напуган. Вот что такое ужасная ситуация. Сижу здесь и не знаю, что происходит. Случилось так, что мои камеры сломались. я навожу свою ручную камеру из-под костюма, чтобы, по крайней мере, видеть, что происходит. Если бегемот подойдет ко мне еще на метр ближе, я смогу использовать скребок для пота. Он начал удаляться от тебя. Кажется, бегемот решил, что что-то не то. Я думал, что с этим бегемотом у меня получится, но я был абсолютно уверен, что он пройдет мимо меня. Если бы он прошел мимо, я бы открыл свой люк, достал скребок и добыл бы образец пота. Мне кажется, что благодаря грязи мой макет бегемота стал куда более правдоподобным. Я испачкал макет грязью, и сразу после первого его использования бегемот подошел ко мне. В качестве неподвижной маски мой макет кажется очень перспективным. Мое настроение улучшилось. бегемотов после того, как я испачкал свой маскировочный костюм грязью и пометом бегемотов, он стал выглядеть и пахнуть совсем как настоящий, и животное подошло ко мне очень близко. Чтобы добраться еще ближе и добыть трудноуловимый образец пота, я должен думать, как бегемот. Самки образуют группы по размножению, присоединяясь к доминирующим самцам. Эти самцы яростно охраняют свою территорию, чтобы уменьшить конкуренцию за самок, силой выгоняют некрупных или старых самцов из стада. Этих отверженных бегемотов обычно ссылают к небольшим грязевым ямам, и это может быть отличной возможностью добыть образец пота. Бостон замечает возможного изгнанника в мелкой грязной луже. Ты думаешь, мы сможем туда пробраться? Думаю, да. Сначала подъехать, а потом сползти вниз по холму. Затей кажется очень опасной. Очень. Водопой очень узкий, поэтому я смогу достать до бегемота из земли. Бегемот находится прямо передо мной. Все, что мне нужно сделать, это взять макет на спину и пройти около 30 метров. метров. Давай, клади. Надо действовать очень тихо. Возможно, с этим бегемотом у меня все получится. Я приближаюсь к нему медленно, но уверенно. я совершил трагическую ошибку. Я повернул и зашел в воду, теперь макет бегемота застрял в грязи. Передние лапы словно угодили в цемент, я не могу их сдвинуть. теперь я тонущий корабль в прямом смысле этого слова. Я застрял в грязи, а в нескольких шагах от меня находится гигантский бегемот. Если Бостон считает, что это безопасно, думаю, ребята, стоит подойти и вытащить меня. Надо послать к тебе одного человека, чтобы он прикрывался тобой как щитом, и бегемот не видел, как он приближается. Хорошо? Смотритель парка проберется ко мне и спасет меня. Другого выхода у нас нет. Бостону приходится ползти ко мне, а впереди него находится очень опасное животное. Он пытается спрятаться за моим макетом бегемота. Я надеюсь, что никто не пострадает. Он опустился на колени. Он на расстоянии пяти метров сзади. Он будет на месте секунд через десять. Десять-четыре. Нам нужно вытащить эту лапу. Давай. Она застряла. Вот это не вытаскивается. Вся правая сторона тонет. Ты должен подойти с правой стороны. Да. Но правая сторона совсем ничем не защищена. Стоя там, Бостон окажется в очень уязвимом положении. Бегемот поднимается. Осторожно. Осторожно. Господи. Он идет. Все шло так хорошо. Я управлял механизмом. У меня был скребок, и я просто не заметил эту воду. Как только я подошел к воде, лапы бегемота увязли. Они словно икоря. Посмотрите на это. Знаете, что мне нужно сейчас делать? Ботинки почистить. Это займет пару часов. Нет, тебе придется ходить в других ботинках сегодня. Время моего пребывания в Замбии истекает. Сегодняшний вечер наш последний шанс добыть образец пота дикого бегемота. Найти бегемотов на суше оказалось непросто. Но должны же они когда-то есть, а их пища находится на берегу. Ночью, когда становится прохладнее, они выбираются на сушу, чтобы пожевать травку и другие растения. За один вечер взрослый бегемот может съесть 18 килограммов травы. Исход на кормежку мог бы помочь мне подобраться к скоплению бегемотов. Я думаю, что когда они выбираются на сушу, у них выделяется пот. Бегемот, бегемот! Один! Нет, их там два! Остановись! Мы решили установить мой маскировочный костюм вдоль дороги бегемотов, там, где они выходят из воды, чтобы отправиться в саванну. Нам приходится работать очень тихо в темноте, поэтому мы снимаем в инфракрасных лучах. Так я выгляжу довольно нелепо и страшно, но эти животные не различают свет в инфракрасном диапазоне. Мы тоже не различаем, в отличие от камеры, поэтому нужно снимать в полной темноте. Так, давайте-ка снимем эту штуковину. Один, два, три. Хорошо. Не упади с холма! Поверните голову к воде. Да, к воде, вот так. Хорошо. Смотрите за бегемотами. Позади меня должно быть около 40-50 бегемотов. И все они ждут, когда же им можно будет выйти из воды. Что? Я и мой макет. Вы, ребята, все время оставайтесь на связи. Так, ставьте его. Сейчас я нахожусь на дороге бегемотов. господи. Господи. Если это не страшно, я даже не знаю, что тогда страшно. Прямо вокруг меня находится 40 бегемотов. Они ждут, не дождутся, когда же они выйдут из воды и отправятся в саванну. Когда бегемоты, пихаясь, вылезают из воды, они сообщают о своем местоположении при помощи таких криков. Из моей группы поддержки мне сообщили, что 4 или 5 особей готовятся выходить. Надо быть осторожным, ведь они движутся целым стадом. Вокруг меня одни бегемоты, и я не знаю, что мне делать. Я открываю люк и готовлюсь выдвинуть скребок. Но бегемоты испугались. Нет, нет, только не это. Они становятся крайне агрессивными. Наверное, им хочется поскорее выйти и поесть. Я слышу, как вокруг разлетается их помет. Они вращают хвостом и так разбрасывают свой помет. Разбрызгивание экскрементов – образец территориального поведения. Я уже видел это в безопасных границах зоопарка. Это плохой знак. Несколько бегемотов разворачиваются в направлении берега. Я выдвигаю свой скребок и принимаю за дело. Так, один выходит. Один бегемот идет по направлению ко мне. он подходит так близко, что я начинаю нервничать. Он всего в нескольких метрах от меня. Он проходит мимо, но не с той стороны. Один из них прошел от меня слева, так? Да, еще один сейчас будет там проходить. А вот и еще один. и этот очень быстрый. Один за другим бегемоты выходят из воды и каждый раз они проходят слева от меня. Я на тропе бегемотов, но не на той дорожке. Я боюсь, что если я перемещу скребок, они начнут опять продираться к воде и собьют меня. Снаружи происходит много событий. У меня почти получилось. Наконец, мне приходится признать, что операция провалилась. Вытащите меня. Я должен выбраться отсюда. Я не могу здесь больше находиться. Мои ноги меня не слушаются. Я просидел в маскировочном костюме более шести часов. Вам придется меня нести. Давайте выбираться отсюда. Идите. Меня это пугает все. В этой экспедиции бегемоты нас перехитрили и теперь, к сожалению, время вышло. Но я все же думаю, что наше расследование удалось. Хотя у меня и не получилось достать столь трудноуловимый образец пота диких бегемотов, я узнал много нового. Я узнал о диких бегемотах и о своем макете. Мой костюм был слишком тяжелым и неудобным, но благодаря ему я смог сам насладиться невероятным видом диких бегемотов. Я знал, как бегемоты чувствуют, реагируют на потенциальных нарушителей и понял, как повысить свои шансы на то, чтобы бегемоты меня приняли в стадо. Благодаря этим знаниям я подготовлен к новой попытке, которую я когда-нибудь совершу. когда-нибудь взяв в руки скребок для пота я сюда обязательно вернусь. и неудобным. И неудобным. И неудобным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова